Коростелью тусуют в Асоке и курлыкают гузкой тряся. В этот вечер мне так одиноко, что, любимая, я дверь обосял. Мы не виделись где-то неделю, и виной тому было одно. Я тебе станцевал коростелью, нахуялившись водки в говно. Ты меня пригласила на ужин, а еще познакомить с родней. Я решил, что тебе это нужно, а не чай пить с какой-то хуйней. Там, закрывшись, сортир на щеколду и для храбрости хлопнув в пузырь, я дождался, пока меня торкнет. Выхожу, бля, а ну-ка, зазырь! Я курлыкал, вертя своей жопой, искакал на тахту и на стул. По столу, выгнув шею, протопал, а потом на роднюк плеванул. Бумага кончается, будем с телефона. Да что ж он не хочет-то, бля? Не стоит. Миша слегка был похож на бомжа. Сутулый, в пальто, бороденка клочная, но ярче ламп в операционной его душа светила, пока его в парке шилом не обесточили. Че ты вылупился, бомжара? С предъявой крикнул нетрезвый бык. Михаил, хоть и был похож на клошара, к хамству подобному не привык. С каких пор мы с вами на ты? Четко слова чекания в ответ крикнул, но незамедлительно огреб пизды, упавший в кусты свои ласты раскинул. Бык озверевший, выхватив шило, навалился всей массой на тело в кустах. Что-то хрустнул внутри Михаила. Может быть, кости, ну а может, мечта, которая, покружившись с лесопарком, танцевала межветок березок с его душой. Бык же пошел по тропинке на пьянку, труп привычно небрежно закидав листой. Сквозь пэчворк листьев кровь тихонько сочилась через рубцовое в мягкой обложке библиотечный абонемент, который ловко проткнуло шило. Удар-то поставлено, хули тут нет. Так вот, чтобы избежать судьбы Михаила, не лезьте с вопросами в парке к быку и знайте, что в твердой обложке застрянет шило. Не считайте в мягких всякую чепуху. Где-то, Веня, скажите быстрее, где ж сортир? Я сейчас обосрусь. Ну, пожалуйста, можно скорее. А вокруг православная Русь. Ой, ты, Русь, ни посрать, ни покушать, там закрыто, а здесь и ремонт. Остается, как и стесен не слушать, сколоколен малиновый звон. Лился звон средь ларьков и панелек, откликались сирены ментов. Из ларька воровайки запели. Кто-то стал подпевать искусством. Посреди колокольного звона, бередящего души старух, смузию нашапил, как сукомы, вызывая с мобильника шлюх. Обниму я березку родную, в небо синее гляну опять. Как прекрасно жить, сердце лекует. Под березкой смогу я посрать. Подтереться березкой не жестко. Только стал меня мучить вопрос. Стоит дочку назвать мне березкой. Колесына назвал я по госту. Жизнь несет ошалелую тройкой по ухабам судьбы в ебеня. Ты поверь, что не жалко нисколько этот мир в свете нового дня. Зван все лился, вороны скакали по карнизам и на проводах. Вместо кофе мы водки сожрали. С парнем тем. И по шлюхам в потьмах. Я в метро на Срединском бульваре увидел Игоря Николаева. Время людей ломает, но этот был вполне узнаваем. Тот же взгляд и усы все те же. На меня свою поднял бровь. В жизни такое бывает все реже. Выпьем за любовь. Дайте автограф. Вы крутой. Прям честно. А сержант меня вперил взгляд. Иногда надо жрать колес. Несколько влезет, а дозировано. Как знающие говорят. Я в пятерочке вафельный торт оплачу и в пакет его окину. И представлю, как в чувственный рот за кусочком кусочек задвину. Хули делать. Купил лимонад. И, наверное, придется печенье. Если честно, то даже не рад. Трачусь, будь-то б, на свой день рождения. Занял я у пацанов со двора, Чтоб нам было что пить и покушать. Чтоб со мною ты рядом была. Рот набивший начать меня слушать. Я для храбрости выпил давно. До магаза и после подвести. Хоть в глазах, что тебе все равно, Вижу я тебя в платье невесты. В моем доме шаром покати. Два кота да лежачая бабка. Я поглажу кота по шерсти, А второго я кинусь оттапком. Только я потянулся рукой, Чтоб пожомкать желанное тело. Бабка стонет. Посрать бы, родной! Ты потупи в глаза прихуела. Пока я провозился с говном, А потом еще с бабкой возился, Ты съебалась я через окно. Так как первый этаж. Я влюбился в твой поступок. Ведь спиздила торт И родобе початую пачку. Думал я, что за ебаный в рот, На шесть сцены до тебя ловят тачку. Ты прекрасна, как ландыш, склад пищи. У метро им барыжен старухи. В мире нету пиздачи бабищи. Только ты и вокзальные шлюхи. Будут весны еще охуенные, С пиздецом развеселым добавами. Заиграют ему в зоны нетленные, Хоть говно, все равно будем рады мы. Снег сойдет, как короста паршивая, Обнажая собак экскременты. Ты с хуяль со мной, не игривая. Хлопни, Сидор, я купил тебе в ленте. В деревнях на оконцах наличники. Так красиво, что глаз не отвесть. Я же пизжу девичьи лифчики, Что не ново, но так уж, как есть. И трусы умакну из комода, Когда дама уйдет в туалет. У японцев на женская мода, На чужое. Солью в интернет. И продам всяким старым засранцам, Что вдыхают белья аромат. Без трусов есть на что любоваться. В общем, этому тоже я рад. Я мечтаю проснуться с тобой В одноместной палатке и спальнике, Прижимаясь ебалом к ебальнику И к руке прикасаясь рукой. Пахнет дымом вчерашних костров, Ну а может так тащатся свалки. Голосят суетливые галки На поломанных ветках кустов. Все здесь наше. Багряная тряпка от заката И веточки ив. И медвежье говно, что прожив зиму, Пахнет особенно ярко. Ты слегка приоткроешь глаза, Ты меня совершенно не знала. Как добраться тебе до вокзала, Я вчера заебись показал. Белегар, хоть ты и вешай топор Изнутри одноместной палатки. Крики галок особенно гадки, Если пьяный с утра до сих пор. Я смотрю на тебя и молчу. Как же бесят проклятые галки, А вокзал за оврагом у свалки. Я уже ничего не хочу. Ими есть? Я молчу, ухмыляясь. Затянувшись вчерашним окурком, Обзовешь ты меня полудурком И уйдешь вдоль оврага, шатаясь. Спасибо! Спасибо!